привет друзья и подписчики моего канала вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы сегодня я хочу вам показать как мы готовим домашнее мороженое всего из двух ингредиентов это домашняя сгущенка и сливки из коровьего молока сливки нам потребуется в количестве пол-литра сгущенки 400 грамм эти сливки эти сливки от вчерашнего молока который нас отстоялась в банках и мы просто сняли верхушки с банок то есть это сливки которые сверху были всего лишь сутки и уже достаточно чтобы использовать эти сливки они больше явно 33 процентов хорошо взбиваются поэтому мы не будем использовать планетарный миксер возьмем обычный старенький наш миксер чтобы не перевзбить эти сливки это наверное самая главная задача а сгущенку мы сварили предварительно вот такой она консистенция у нас красивого видите какого цвета благородного кстати если хотите рецепт сгущенки то ставьте под этим видео лайки как только это видео наберет 5000 лайков я поделюсь своим рецептом сгущенки сгущенка также варилась из домашнего молока с добавлением всего лишь сахара и так давайте приступим сейчас нам надо будет взбить эти сливки до консистенции пены чтобы пики стояли чтобы мороженое имело приятный аромат добавим туда пищевую жидкой ароматизатор в данной ситуации у меня вот такой мы его купили в обычной пятерочке называется тирамису в объеме эти сливки очень сильно увеличились мы немножко этого не учли поэтому решили все-таки перелить в больше в большую чашу вот уже ведь консистенция уже более густая и в объеме естественно все это побольше стало итак проверяем стоят ли пики стоят не стоят давайте еще так главное не перебить поэтому мы остановились больше уже взбивать не будем это предел наших сливок дальше уже будет масло в тот момент как взбились пике надо очень быстро добавить сгущенку и взбивать на медленной медленной скоростью поэтому нам и нужен был старенький миксер мы взбивали взбитые уже сливки и сгущенку на единички получилась вот такая кремообразная смесь это мороженое мы сейчас перельем в такую большую емкость для того чтобы каждый час его перемешивать мы поставим нашу мороженую смесь сейчас морозилку и будем обязательно будем ее перемешивать для чего это делается чтобы она не превратилась в льдышку наверняка многие из вас пробовали делать мороженое домашнее мы в том числе испробовали тоже много всяких рецептов и пришли к выводу что домашнее мороженое всегда напоминает какой-то комок льда до молочная до натуральная но вот эти конки льда они очень неприятные и на зубах скрипят поэтому чтобы этого избежать мы будем каждый час просто перемешивать эту смесь в морозилке в течение четырех часов то есть всего четыре раза надо будет перемешать потом можно оставлять в покое это мороженое оно получится просто восхитительным люблю долизывать вот эту вкуснятину я надеюсь вам понравилось это видео а у меня слюнки текут простите меня пожалуйста я буду убираться на кухне благо уборки минимум испачкано всего две емкости это если мы сразу бы сюда налили сливки и начали бы здесь и взбивать то испачкалась бы только одна миска на мой счастливый случай осталось мороженое прошлого раза я его достала сейчас с удовольствием покушаю она конечно сильно заморожена я люблю когда немножко постоит и оттает вкус просто восхитительный нежные вкусные приятной консистенции очень вам рекомендую приготовить по этому рецепту вы не пожалеете ну а если вы хотите рецепт сгущенки то напоминаю что под этим видео вы должны поставить лайк и как только мое видео про мороженое наберет 5000 лайков будет снято и выпущено видео про домашнюю сгущенку на этом с вами прощаюсь дорогие друзья всего доброго и пока пока и и и и